Вы только постарайтесь ни одного слова плохого не говорить. Не ругаться, хорошо? Повторите вопрос. Вопрос повторите? Ну да, какой вопрос именно? Кого я знаю? Главное, все как один говорят, переписывалась. А как она переписывалась, знаете? Ну да, конечно знаю. А как? Под свой лад, ее определенные деятели, духовничество. Ну и как, они переписывали, которые с оригинала переписывали, писали по-другому или точно так переписывали? Конечно, писали под свой лад. Никакого оригинала до нас не дошло. Если хоть одно слово в Библии оригинальное есть, то это уже круто, это уже здорово, это уже замечательно. Ну у нас синайский манускрипт есть, который переводилось. Ну а кто сказал, что он подлинный? Подлинник, да. Советское правительство в 1936 году в Британском музее продало за 500 тысяч долларов. И откуда информация, что это подлинник? А Константин Тишендорф, немецкий исследователь на Синайском полуострове, монастыре Святой Екатерины. А откуда информация о том, что это подлинник? Ну это свитки, я про свитки говорю. Ну так откуда информация, что они подлинные? Ну это известно, как он сам говорит. Он холодно был. Известно откуда? Как? Откуда известно? Ну как откуда известно? От Константина Тишендорфа, он описывает, как этот свиток ему достался. А если он сказал, значит это правда. Ну так он исследователь, ему зачем? Он даже может неверующий был. Люди, людская природа такова, что быть человеком, это значит ошибаться. Разве он не мог ошибаться? Да, ошибаться можно. А у человека нет. Давайте вы будете беспристрастно относиться к этому. Если он исследователь, то его исследование ставится под сомнением. Это принцип исследования. Ставит все под сомнением. Здесь опять же можно сделать отсылку к Карлу Густеру-Юнгу. Там уже 17 века, который тоже недалек от германских времен. Нет, не 17 век. 4 век написано был. А Константин Тишендорф, он когда сидел грелся там и говорит, а у вас есть какие-то старые свитки? А говорит, нет. Он голову повернул, видит монах, какие-то черные поления в печку толкают. Он подскочил движимый инстинктом исследователя. И выхватил буквально из огня. И вот с него перевод на русский язык делался. И Новый Завет. Кто-то не верит. А какое у нас основание не верить, когда это общепринятое? Какое основание верить? В советские времена было общепринятым патриизмом. Ну, продали. Я вам рассказываю конкретно. В Британском музее. Через стекло теперь ездят, можно посмотреть. Откуда перевод сделали? У вас такая книга? Попадала вам такая? Видели такую книгу? Нет. Вы не знаете, да? Я не знаю. А где можно купить? А какие у вас книги есть? Вы в школе учитесь? В школе учитесь? Да, в школе. В школе. Попадала книгу. О, вон как. Вон понятно. Какие книжки у вас. Хорошо. А вы ходите, молитесь куда? Нет. Не ходите, да? Нет. А вы о Христе что-нибудь слышали? Что Иисус Христос был на земле? Умер за грехи людей? Да, слушали. Вы знаете, что Иисус Христос любит людей? Да. Вот. Хорошо. А у вас православные там храмы есть? Да, есть. Там можно ходить, да? Нет. А вы крещеные или нет? Да. Наверное, обрезанные, да? Да. Ну, это у вас так принято. Это потому, что у вас такая книга, наверное, есть? Вот посмотри. Вот такая вот. Да. Есть такая книга? Да, есть. А вот так считать ты умеешь на эти вот буквы? Вот так вот. Нет. Я не понимаю. Ну, надо учиться, понимать. Вы молодые. У вас память хорошая. Только никогда не ругайтесь. Верующих родителей посчитайте своих. Не выключай. Так. Не выключай. Ну. Так, учительница пришла у вас. Вы учительницу слушаетесь, чтобы ей было легко с вами. Она учит вас хорошему. Ну, да. А иначе у нее настроение будет плохое. А это жизнь укорачивает. Не выключай. Вот так. Слава тебе, Господи. Да благословит Господь вас. Чтобы нашли Бога. Вон какие девушки у вас хорошие. Так. А где вы живете? Там горы есть? Вон как. Класс какой у вас хороший. Да. Ну, ладно тогда. Все. Вы постарайтесь где-то Евангелие достать, чтобы читать. В православную церковь сходите. Хорошо. Помолитесь. Вы никуда к чужим людям не сходите и на чужие машины не садитесь. Детей воруют. Хорошо. Смотрите, берегите себя. Не деритесь. Будьте дружественны. Ну, ладно тогда. До свидания, хлопцы. До свидания. Плохо слышно. А ты считать не умеешь вот это? Что за книга? А где вы живете? А что это такое? Аллах Акбар. Аллах Акбар. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Иисус. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Смотри, смотри крест, вот, посмотри, посмотри крест, Иисус Акбар, муслим, а я православный, я муслим, Иисус Акбар, ну ладно. Иисус Акбар, Иисус Акбар, Иисус Акбар, Иисус Акбар, Иисус Акбар, вот, нет, Иисус Великий, это означает, Иисус Великий, Он умер за нас, умер, Ему вот так вот пробили гвозди, вот так вот, в ладонь прибили, вот так вот, и Он вот так висел. Да. Вот, Господь. Господь умер за наши грехи. Вот так вот. Вот. Вот, смотри. Да, пора. Ну, ладно, пока. До свидания. До свидания. До свидания. Иисус Акбар. До свидания. Да. Мы людям показываем священную книгу. Смотри. Нет, не надо сказать. Мы встретили церковь. О, гляди. О. Библия. Ты же знаешь, что это было? В черном? Да. У нас тоже есть девчата. У нас большой сайт. Извините. У нас большой YouTube канал. Называется «Во свете Библии». У вас канал есть? Ну, какой канал? «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии». Не правда. «Во свете Библии». Да вы врёте. А ну-ка, поищи. До свидания. А что если тут дедушка, и он, это... Из церкви? Да. Во свете Библии. А дедушка, и он с Библии ходит и читает. Игнатий Лапкин. Он мне Библию показал. Ну, наверное, по... Ну, по-моему, вам понятно, почему мы здесь. Чтобы людям рассказать о спасении. Ну, понятно, потому что... О Христе Спасителя рассказать. Видно, нет? Да, как-то плоховато. Не видно. А... Ещё тут не видно. Тёмное пятно какое-то. А это Никола Чудотворец, наверное. Это большая икона у вас. Да. Да. Это Мерликийский Чудотворец. Так видно. Так видно? Это хорошо видно. Он держит в руках Евангелие. У него митра на голове. И ораль через плечо. Вот так. Вот так. А Библия-то у вас есть в доме? Я вам Библию показывал сейчас. Библия такая у вас в доме есть или нет? Нету. У вас нету? Ну, или есть. Ну, надо приобрести. Потому что в Библии мы узнаём всю историю нашу. Как Адам согрешил. Как Христос умер за нас. И как нам надо жить? Понятное дело. Ну, я пока не готов. А готов вы никогда не будете. Скажи, такой, как есть. Я прихожу к тебе, Господи. Это сатана обольщает. Приготовься. А что ты приготовишься-то? Сегодня наркотики. Завтра наркотики. Сегодня выпивка. Завтра выпивка. Сегодня блуд. Завтра ещё больше будет. Мы не можем выйти. А Господь берёт и человека ставит на другое место. Он умер за нас. Он любит нас. Понятное дело. У вас же там есть церковь-то? Есть. Ну, недалеко есть. Ну, и купите Евангелие даже. Хотя бы не целиком Библию. Да это не так и дорого. Она, может быть, стоит, я не знаю, сколько там. Ну, 700 рублей или сколько. Там он даже бесплатно дает. Бесплатно Библию никто никогда нигде не даёт. Это только у сектантов. Она не полная Библия. 46 книг, а у нас 77 в одном переплёте. И когда вы Евангелие считаете, молитесь только. И во время чтения молитесь. И Господь откроет глаза и сердце. Люди начинают чем угодно увлекать. Вот сейчас ты разговаривал с одним, а как египетская пирамида? Да зачем тебе пирамиды, когда душа завалена, как пирамида, грехами? Он не может выйти никак. Сатана зацепил, зацепил, и всё. А я хочу узнать. Ну, ты узнал? Нет, не узнал. А не узнал, да ещё ты думаешь, дуешься на этом. Ты прямо скажи, Господи, я грешу, я не знаю покаяния никакого. Приведи меня в Святую Православную Церковь. Определи меня. Проси веры. Дай мне веры в Тебя, Господи. Жертва Христа, она спасает нас. Любовь Христа, она возвышает нас. Страх от Бога, он ведёт нас к совершенству. Вы опять уползли вниз туда, вас не видать там совсем. Вот так, повыше. Поэтому вот, когда говоришь людям о них, вот мы православные. Мы строим с нуля православную деревню. Православную, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. А то ничего нельзя сделать, можно сделать, с Божьей помощью. Зарегистрировались, получили землю, статус. Ну, всё, что положено. Положено. У вас какие, может, вопросы есть с духовного содержания или по жизни? В такой Библии у вас нету дома, да? Не знаю. А как не знаешь-то? Живёшь в этом доме и не знаешь? Я не лазу по книжкам. В этой книге говорится о любви Божией к нам, что Христос умер за наши грехи и ждёт нас, когда мы покаемся и обретём радость в Нём, чтобы жить для Бога. Если человек умрёт, вот так, неверующий, он сразу в ад пойдёт с сатаной гореть в огне. А верующий будет... Да. А верующего Христа будет царство. А можно тоже задать? Давай. Смотрите, а если я крещённая, ну, тоже свои грехи и вещь, а куда попаду? Ну, если ты крещённая, ты должна жить по заповедям Божьим, ходить в храм Божий, исповедовать себя. А я ходу по праздникам туда. Ну, молодец. А как батюшку звать у вас? Я не помню. Ну, а ты наоборот, познакомься. Может, у них школа детская идёт там? Есть у них там школа. Ну, вот, входи туда, бери бумагу, записываешь, ты много знать можешь. Ты же молодец. У меня дела есть, я на гитаре так-то играю, хожу. В школе-то вам, по Слову Божию-то, отвечать никто не будет, а в церкви вам ответят. Так вот. Христос близок ко всем, которые призывают его от чистого сердца. Надо на Бога надеяться. И Господь выведет из любой беды. И врагов много, и ты даже знать про это не будешь. Себя храни, в чужой дом никогда не заходи одна, без родителей. Ни в чей дом не заходи, ни в чью машину не садись. Детей воруют, убивают и органы продают. Я такой ролик видел, страшно смотреть. Льдом обложили, отправляют их там в Китай или куда. Если у тебя будет желание встретиться еще, побеседовать и что-то услышать. Есть такая система Skype. Ты запиши мое имя, фамилию, я один такой. Ты меня найдешь под этой фамилией. Лапкин Игнатий. А ты забудешь. Запиши. Ну, я все запомнила. У меня память хорошая. Ну, даже память хорошая. А ты запиши все же. Память само собой. А если ты забудешь, значит, уже никогда меня не найдешь. А я тебе могу... Найду. Ну, я не знаю, как это. Если ты не записала, да забудешь. А вот канал называется «Во свете Библии». Ага. Все. А почему ты не захотела записать? Наверное, бумаги нет, карандаша нету. Чип того. Да? Да, чип того. Надо, чтобы где вот разговариваете, звоните, чтобы лежало несколько ручек, карандашей. Вот у меня, наверное, штук десять лежит. Я сразу раз и записал. Бывает важное сообщение, вообще-то телефон записать. А бывает... Тут нормальных людей почти нету. Да, здесь правильно. Здесь очень страшно. Не смотри тут ничего. Не, не страшно, а просто плохие люди. Ну, тут безобразия много творится. Даже говорить нельзя про это. Да. А у вас есть дети? Ты какая? Ты как этот Александр Македонский. Ты спрашивай о том, как спасти душу. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Сколько у меня детей перебывало? Отовсюду. Со всей страны. И у нас всегда день начинается с молитвы. Чтение Евангелия с толкованием блаженного фефилакта. Каждую пятницу костер, картошка. Так все сделано было красиво. Вот так. Ну, ладно, я пойду, дела делать дома. Дела делать. А какие у тебя дела там? Полы, мыть, кушать и готовить. Ну, молодец. А сколько же тебе лет-то? Мне 14, будет 15. А мне 80. До свидания. Хорошо мы познакомились. Давай помолимся друг от друга. Господи, благослови Жанну Ивановну. Сохрани от всякого рода зла и греха. Тебе, Господи, слава.